Добрый вечер! Вы смотрите новости телекомпании Сампа в студии Наталья Порукова. И сначала коротко о некоторых темах этого выпуска. У нас стало гостей больше, в частности, стало гостей больше, с целыми семьями приходят, с детьми, с маленькими. Антитабачный закон в действии. Наша съемочная группа узнала, как отразился запрет на работе петрозаводских кафе и ресторанов. Впервые я написал книгу о человеке, который не руководил республикой и не был партнерным деятелем, а который эту нашу республику он строил фактически своими руками. Сегодня состоялась презентация книги «Дело жизни» Леонида Дмитриевича Катанандова. Это событие, вот эта вчерашняя премьера, это событие абсолютно европейского уровня, европейского масштаба, такой спектакль. Музыкальный театр Карелии завершил сезон премьерой балета Анна Каренина. Постановку оценил известный театральный критик из Москвы Григорий Заславский. Первый четверг каждого месяца в Республиканском комитете по ценам и тарифам звонит телефон. На горячую линию поступает до 30 звонков от жителей Карелии. Обращения самые разные, от порядка начисления платы за те или иные коммунальные услуги до жалоб на деятельность управляющих компаний. Вместе со специалистами комитета вопросы граждан выслушала и наша съемочная группа. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, а вот можно задать вопрос по горячей линии? Можно, конечно. Меня зовут Виктория Павловна, я в Петрозаводске проживаю. Вот мы сейчас можем, хотим дом загородный построить. И хотелось уточнить, вот сколько будет стоить присоединение к электрическим сетям? На сегодняшний день законодательство позволяет достаточно недорого сделать. Это стоит 550 рублей. 550, да? Но до 15 киловатт. Есть одно условие. Если ваш дачный участок находится до 500 метров от ближайшей линии электропередачи. Дозвонившихся на горячую линию интересует в первую очередь перерасчет платы за коммунальные услуги. Рост тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля коснется каждого жителя Карелии. Тарифы с 1 июля на сколько изменятся в городе Петрозаводске на теплоснабжение и на природный газ? Ну у нас на сегодняшний день предельные индексы установлены роста тарифов и по теплоснабжению это 4,8%. Соответственно не более чем на 4,8% на тепло у нас увеличится тариф. Что касается тарифов на газ, то они возрастут на 3,9% все тарифы и на природный газ, и на жижный газ в баллонах, и на жижный газ через групповые подземные установки. Специалисты комитета прогнозируют увеличение звонков по этому вопросу в августе, когда жители республики получат квитки по оплате. Кстати, некоторые ошибочно возлагают ответственность за повышение цен на комитет. По словам Артура Мяки, основная функция данного ведомства – защита населения от монополий. Только в этом году, например, при тарифообразовании на 2014 год, около 2 миллиардов средств мы срезали с новой системы всех компаний, занимающих услугой в сфере теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергии, от того, что они хотели. То есть если бы нас не было, эти 2 миллиарда заплатили бы жители республики. Очередная горячая линия в Комитете по ценам и тарифам пройдет с 7 августа с 17 до 18 часов. Вопросы можно будет задать по телефону в Петрозаводске 56 62 38. Несмотря на прошедшие в Карелии дожди, в республике продолжается пожароопасный сезон. Правда, пока этой опасности присвоен самый низкий класс. Тем не менее, Министерство по природопользованию и экологии республики Карелия напоминает, на июль-начало августа традиционно приходятся наиболее сложные лесные пожары, зачастую переходящие в категорию крупные. В ближайшие дни ожидается улучшение погоды и, соответственно, рост пожарной опасности в лесах. Министерство призывает жителей и гостей республики по-прежнему быть осторожными с огнем. А при обнаружении лесного пожара необходимо сообщить по телефону 55 55 80. С 1 июня жизнь курильщиков стала сложнее. Закон не только ограничивает продажу сигарет, но и запрещает курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Съемочная группа нашей телекомпании побывала в нескольких из них и лично убедилась в соблюдении требований антитабачного указа. Бары, кафе и рестораны Петрозаводска требования антитабачного закона соблюдают. Наши наблюдения это подтверждают. По данным российской антитабачной коалиции, 80% россиян поддерживает запрет на курение. У нас стало гостей больше, в частности, стало гостей больше с целыми семьями приходят, с детьми, с маленькими, потому что запах никотина исключен вообще теперь в ресторане. Те гости, которые приходят и видят вот эту атмосферу, когда не пахнет табаком, они относятся положительно. Они говорят, не курящие, относятся положительно. Я не думаю, что это каким-то образом уменьшит количество курящих людей в принципе, но, по крайней мере, для здоровых людей, конечно, для здоровья людей, которые не курят именно в заведениях, намного лучше. В помещениях кафе теперь не курят, но курят на улице и обычно прямо у входа. Они теперь выходят и вокруг всех этих зданий общественных кучки людей, которые курят. Я считаю, что это плохо. То есть раньше мы курящего человека не видели, потому что он закрытый в курилке сидит, а теперь все дети, все взрослые идут на улице мимо кучи курящих людей. По оценке экспертов, новые правила почти не повлияли на работу тех кафе и ресторанов, куда люди приходили в основном поесть. А вот ночные клубы и прочие развлекательные заведения терпят убытки. У них продажи, по данным Федерации рестораторов России, упали на 20%. Первая ситуация, она шоковая. Посетители от нас ушли. То есть у нас посетителей меньше, у нас зал пустой, во время завтрака у нас практически никого нет, во время ужина тоже никого нет. Было бы хорошо, конечно, если бы не так жестко в законе это было прописано, если бы были выделены специальные закрытые места для курящих, в которых они бы могли находиться. Идея специальных помещений для курения посетителями тоже воспринимается по-разному. Может быть имела бы смысл, если позволяют возможности того или иного ресторана, может быть имела бы смысл все-таки держать какие-то залы для курящих, так чтобы это действительно совершенно не мешало людям не курящим. Я, наверное, все-таки против. Потому что я представляю, что это будет за комната, стеклянный куб, где накурено, как в тамбуре. То есть проще выйти на улочку. Весь июнь спорным оставался вопрос о курении на открытых верандах кафе и ресторанов. Этот пункт в законе был прописан нечетко и трактовался неоднозначно. Но с 30 июня Роспотребнадзор курение на открытых площадках кафе и ресторанов запретил. Правда, уже 1 июля в Госдуму был внесен на рассмотрение законопроект, разрешающий курить на открытых террасах. Предприимчивые рестораторы, возможно, найдут какую-нибудь лазейку, чтобы привлечь курящих посетителей. Но действовать наверняка будут осторожно. Штраф для индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тысяч рублей. Для юридических лиц от 60 до 90 тысяч. Прионежье больше не хочет экспериментов и ждет принятия закона о местном самоуправлении. Об этом в интервью нашей программе «Личный прием» рассказали депутат Прионежского района Ольга Шмаеник и глава района Алексей Лучин. Прионежье – один из трех районов Карелии, в которых прямым голосованием избирают и руководство поселений, и руководителя района. Итог таких прямых выборов жителям Прионежья хорошо известен. Последние десятилетия решались с трудом или не решались вовсе целый ряд проблем. Привожу пример простой. В 8 лет партия «Яблок» оставила эксперимент над жителями Прионежького района. Когда в очередной раз, избрав Андрея Владимировича Пацанковского путем прямых выборов, Андрей Владимирович взял и уехал в город Санкт-Петербург, практически не появляясь в районе, только за зарплату приходил и все, больше его не было. Как мы можем его исключить из деятельности как главы района? Никак. То есть у нас, в принципе, механизмов, которые могли бы его отозвать, рабочих нет. Поэтому, если мы применяем другую модель, которую мы сейчас применяем, и я с этим определенно могу согласиться, то тогда и рычаги воздействия на нерадивых, недобросовестных глав районов мы можем применять. Жители Прионежького района, главы поселений, которых мы тоже попросили сначала обсудить в своих поселениях, какой же модели придерживаться, сказали, что, наверное, все-таки работающие на территории других муниципальных районов, там вот Пряженского, Медвежегорского, там Пудожского, каких-то других районов, модель делегирования, она наиболее эффективная. Жители Прионежького района устали от этих выборов, от экспериментов. Они сказали, мы так больше не хотим. Когда от каждого поселения в районном совете два, ну вот, железно-представителя, это глава поселения, избранные, естественно, за которым стоят люди, и депутат местного поселения, они, конечно, отстаивают и интересы поселения, и знают общую стратегию развития района, и движутся в одном направлении. Полную версию интервью смотрите в программе «Личный прием» в субботу и воскресенье в 11.00 на канале САМПО.ТВ, а также на нашем сайте САМПО.ТВ. А пока к другим темам. Специальная комиссия администрации Петрозаводска осмотрела 82 недавно отремонтированные городские дороги, которые все еще находятся на гарантии. На четырех из них были обнаружены дефекты дорожного полотна. Проблемными оказались участки дороги на улицах Красноармей, Шотмана, Володарского и Гоголя и четыре межквартальных проезда. Эти дороги были отремонтированы совсем недавно. Улицы Шотмана, Красноармейская и Гоголя в 2013 году, улица Володарского в 10. Все эти дороги еще на гарантии. Ее срок составляет 7 лет, а значит, строительные фирмы обязаны устранить дефекты за свой счет. Замечания комиссии будут направлены в адрес подрядных организаций. И если они дефекты не устранят, администрация подготовит исковые заявления в суд. А теперь к другим событиям в республике. Сегодня ночью в Петрозаводске на улице Водников в доме номер 14 произошел страшный пожар. Вспыхнула одна из комнат частного дома. Прибывшие на место пожарные потушили пламя за полчаса, но спасти жителей не удалось. Погибли мужчина с 72 года рождения и женщина с 84 года рождения, а также три их собаки. Предварительной причиной случившегося называют неосторожное обращение с огнем. По данным Карелия-Стата, в июне стоимость минимального набора продуктов питания в Карелии выросла на 3,8%. Стоимость самого необходимого набора продуктов, рассчитанного на одного человека в месяц, составила 3761 рубль 36 копеек. Продажи финского картофеля в Россию полностью прекращены из-за введения нашим государством запрета на экспорт, сообщает новостной портал Юлия. В связи с этим в Финляндии наблюдается переизбыток картофеля. Цены на него упали почти в два раза. Обычно более 10% картофеля уходило к восточному соседу. Финнам удалось найти новых покупателей, например, Чехию и Румынию. Но продажи в эти страны не идут ни в какое сравнение с поставками в Россию. 5 июля 1944 года после освобождения Петрозаводска кинотеатру «Сампа» было возвращено первоначальное имя. С момента открытия он был самым большим в Петрозаводске, а позже стал культурным центром в Семьзарике и Галиковке. В 1956 году «Сампа» стал первым широкоэкранным кинотеатром города. ВМФ «Карелия» сменит название, чтобы привлечь новых болельщиков. Об этом сообщает сайт клуба. Теперь команда будет выступать под названием «СКА Карелия». Вице-президент СКА Роман Ротенберг сообщает, что армейская звезда и надпись «СКА» появятся на форме всех хоккеистов. Презентация книги «Дело жизни» Леонида Дмитриевича Катанандова состояла сегодня в Национальном музее Карелии. В 60-е и 80-е годы Леонид Катанандов возглавлял главную строительную корпорацию региона «Главсевзапстрой». Под его руководством возводились Сигежа и Кондопага, Кастамукшин, Адвоицы, строились стеллюлозно-бумажные и горно-обогатительные комбинаты. Сегодня вспомнить заслуженного строителя Карелии пришли его коллеги, друзья и родственники. В зале Национального музея нет свободных мест, но, наверное, если собрать всех жителей Карелии, которые работали под руководством Леонида Катанандова, не хватило бы и стадиона. Автор книги, журналист Алексей Макаров признался, все предыдущие труды были посвящены известным в Карелии людям, но это были государственные служащие и партийные деятели. Впервые я написал книгу о человеке, который не руководил республикой и не был партийным деятелем, а который эту нашу республику строил фактически своими руками. Руководил крупнейшей строительной организацией «Главсевзапстрой», которая даже не помещалась в пределы республики, настолько она была мощная. С именем Леонида Катанандова неразрывно связано строительство всех крупнейших предприятий республики. Петрозавод, Скондобога, Костомукша, жилищное строительство. Например, в 70-м в Сегеже за год строили 40 тысяч квадратных метров жилья. Леонид Катанандов с 60-го по 80-й год руководил самой большой организацией в Карелии «Главсевзапстроем». Под его началом трудились более 30 тысяч человек. Про него говорят, Леонид Дмитриевич был не просто строителем, он был строителем человеческих отношений. Павел Чернов в 72-м году приехал в Сегежу мастером, а уже в 80-м стал главным инженером Сегежа строя. Вспоминает, как вызвали к шефу. Меня вызвали, ну что мне там, 30 лет только-только исполнилось. Я говорю, нет, 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 я не справлюсь. Леонид Дмитриевич так посмотрел, сихицы, не справишься, выгоним, ты-то что теряешь? И все. Одним предложением угил сразу. Сын Леонида Катанандова пошел по стопам отца. Начинал простым строителем, стал главой Карелии. Книга «В память об отце» была создана в первую очередь по инициативе его коллег. Сегодня они руководят ведущими строительными предприятиями. Четыре года ушло на то, чтобы вместе с вами эту книгу издать. Не просто идут воспоминания, не просто они обобщаются, не просто пишутся. И я бы, конечно, автору Алексея Вариковича и соавтору Александру Семеновичу Колесу низкий поклон бы здесь просто отвесил. И поблагодарил их. Это книга для широкого круга читателей. Это в первую очередь история грандиозных строек Карелии. Известный театральный критик Григорий Заславский приехал в Петрозаводск и встретился с петрозаводскими журналистами, критиками и театралами. Разговор шел, конечно же, о театре. Московский гость высоко оценил балет Анна Каренина, Родиона Щедрина, поставленный Кириллом Симоновым. Это событие, вот эта вчерашняя премьера, это событие абсолютно европейского уровня, европейского масштаба, такой спектакль. И он может произвести впечатление в любой стране. Солистка Арифтина Мухортикова и ее образ Анны Карениной и московского гостя впечатлили. Но главным достоинством петрозаводской постановки он считает сыгранность труппы. По словам Григория Заславского, такое редко можно увидеть даже на сцене Большого театра. Вот этот спектакль меня просто вызвал какое-то, я бы даже сказал, восхищение. Вот этой вот самой слаженности труппы, то, что складывается годами, высокой высочайшей культуры. Григорий Заславский с удивлением отметил, как много людей накануне вечером предпочли пойти на балет, а не в кино или ресторан. По мнению критика, взаимоотношения между публикой и театром в Петрозаводске правильные. Театр на шаг впереди зрителя, ведет его за собой. И это все новости к этому часу. Смотрите нас также в интернете по адресу sampa.tv. А я, Наталья Порукова, с вами прощаю. Всего вам доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова